Добрый день! Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач по контролю за реализацией достигнутых договоренностей о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. Нарушение режима прекращения огня не отмечено. Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение на территорию Нагорного Карабаха беженцев. На сегодняшний день уже вернулось 51 216 человек. Обеспечено безопасное прохождение 10 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана в зоне ответственности миротворческого контингента. 24 января российские миротворцы сопроводили 30 армянских паломников в монастырь-додиванка обратно. Российскими инженерно-саперными группами продолжается поиск и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 901 здание, в том числе 27 социально значимых. Более 230 километров дорог. Очищено 711 гектаров территории. Обнаружено и уничтожено 23 837 взрывоопасных предметов. Группами Центра гуманитарного реагирования во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста и с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон продолжается поиск тел погибших военнослужащих в Гадрудском, Лачинском, Джебраильском и Физулинском районах. Одновременно с выполнением задач по контролю за режимом прекращения огня и боевых действий российским миротворческим контингентом осуществляется благоустройство мест дислокации. Проводятся занятия по программе подготовки миротворческих подразделений. Завершен этап вакцинации личного состава миротворческого контингента от COVID-19 первым компонентом. В соответствии с графиком на данный момент привито более 1900 российских военнослужащих. Мы находимся на наблюдательном посту номер 3 на перевале Лысогорский, где личный состав российского контингента выполняет задачу по контролю режима прекращения огня и боевых действий, а также обеспечивает безопасность движения автомобильного транспорта между Горесом и Степанакертом. Это единственный действующий в настоящее время маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. Выполнение задач по поддержанию мира в регионе продолжится в соответствии с ранее принятыми договоренностями. Благодарю за внимание.